Чё-то мне подсказывает, что вы маловато лайков поставили к предыдущему видео, потому что я нихуя не выздоровел. И если судить по моему состоянию, то, скорее всего, некоторые из вас даже хуярили дизлайки. Так что, парни, пора исправляться. Давайте-ка реально поддержим моё здоровье. Как говорится, ставь лайк, и твой чейз будет жить вечно. Не хватает монет? Покупайте их у проверенного продавца. Быстрое обслуживание и низкие цены. Александр Месси. Ссылочка в описании. Если вы спросите, что такое игровой канал МСМ, я отвечу, это годный контент и... Вот это. Блядь. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Антон Чейз. Хотя, знаете, я тут подумал, что говорить в каждом видео постоянно «С вами я, Антон Чейз» довольно-таки глупо и бессмысленно, потому что все те, кто на мой канал подписан, прекрасно знают, как меня зовут. Хотя, конечно, в последнее время я так часто делаю ролики, что, возможно, некоторые из вас уже позабыли, как меня зовут, как я выгляжу, и то, что ещё буквально пару дней назад у меня были шикарные волосы. А те, кто впервые зашёл на мой канал, я думаю, что они без труда могут прочесть название канала «Антон Чейз». Если вы до сих пор думаете, что я несу какую-то полную чушь, то я просто спрошу вас. Вот вы, каждый день, приходя домой со школы, с детских садов, не знаю, с гей-вечеринок, вот каждый раз вы, подходя к мамке, говорите «Привет, мам! Пришёл твой сын Ашот!» Очень я в этом сомневаюсь. Вот лично меня за такое мамка, наверное, сразу бы к наркологу потащила бы. Этот пережиток прошлого мы забудем, и теперь каждый раз вместо «С вами я, Антон Чейз», я буду говорить вам нечто более полезное и информативное. Всем привет, дорогие друзья! А знали ли вы, что если перед разделкой лука поместить его буквально на 10-15 секунд в микроволновую пить, что потом никаких слёз не будет? Хотя, возможно, все его полезные свойства испарятся. Хотя, какие нахуй полезные свойства в луке? Потому что лук — это самая бесполезная хуйня в истории. Это просто худшая залупа в мире. Особенно, блядь, варёный лук, он и по вкусу, и внешне просто ужасен. Он даже похож на, не знаю, на сисьхи 80-летней бабушки. Короче, лук — это отстой, но про микроволновку факт. Сейчас мы будем собирать драфт 190. Я, конечно, не настолько дебил и прекрасно понимаю, что шанс собрать сейчас драфт 190 просто меньше, чем шанс собрать, блин, Lamborghini Diablo из мусора, который валяется у меня дома. Например, не знаю, хлебные крошки, пивные банки, пачки чипсов. Но сейчас я объясню, что к чему. В начале осени я обещал вам 24-часовой стрим. Но по причине того, что я ленивый, мудак, так к тому же ещё и ленивый, я стрим так и не провёл. Но год кончается, и я не совсем хочу оставаться должником перед вами. Поэтому сейчас мы соберём два драфта. Наша цель в них — собрать драфт именно 190. Но, конечно же, это не получится. Вот. И в зависимости от того, какие драфты я соберу, мы путём мощнейших математических вычислений определим длину стрима, который я проведу в следующие выходные. В общем, объясняю совсем уж элементарно. Например, я собираю драфт 170. 190 минус 170 — это 20. То есть получается 20 часов. Потом я собираю драфт 180. 190 минус 180 — это получается 10. 20, сука, плюс 10 — получается 30 часов стрима «Я должен буду вам». Твою ж мать! Да даже, наверное, пизда мамки Квазимода не рожала такую хуйню, как этот пак. Это просто худший выбор кэпов, который был у меня в истории драфтов. Пиздец. Ну, Санчес. Ну, просто, блядь, Белиссимо Браво. Карлос, блядь, Эдуардо. Ленивая жопа из Казани. Ну, возьмём старика Дефон. Так, тут мы, пожалуй, чекнем Валентину. Так, ну вот, вроде бы пошла мазь. Довольно-таки жирные центральные полузащи. Давайте возьмём кексов Эбриджеса. Тем более он и вашим, и нашим, как говорится. И вот сюда чё-нибудь давайте мне шикарное, сладкое, доброе, вечное. Сойдёт. Эй, Петруша, тебе что, мама не говорила шапочку одеть? На улице не май месяц. Бля, это не пак, это просто полный анюков. Ну, я не знаю даже, что и взять. Ну, давайте возьмём Баян. Не знаю, возьмём водки и пойдём по селу погуляем. Ну, пока что у нас 82 химии, 84 рейд. То есть, получается, пока что минус 14. Так, какого-то хера упал рейд на единичку. Мне совсем не хочется лишний час стримить. Потому что сейчас-то всё здорово. Но, может быть, потом мы соберём какое-нибудь говно. Тем более у меня схема хорошая упала. В общем, пока что масть идёт. А у Е, братушки. Итак, дорогие друзья, сводка первого драфта. 184. Признаюсь, что это было просто сверхудачно. Прямо хоть сейчас иди в казино, ставь всё, что у меня есть. Хоть огрызок хлебных, хоть нихуя больше нет. В общем, очень мне повезло. Плюс, наверное, помог вот этот вот лев в короне. Это, видимо, Муфаса. Как я, сука, плакал, когда Муфаса сдох. Ну, какого хера он полез в это сраное ущелье с этими бычарами? Глупый кошак. Даже моя кошка умнее. Когда начинает просто с разбега, блядь, в стену кидаться. Ну, в общем, 184. Получается 6 часов пока что. Вуаля, и второй заход. Ну, мне выпала какая-то просто экстра-жепиная схема. Похожая, блядь, на казахскую юрту. Ну, хотя бы футболисты более-менее. Да. Сидел я, короче, никого не трогал. Но кроме себя, конечно, в одном приятном месте. Собирал АПЛ. Даже получилось вот такое вот созвездие из трёх футболистов. Все, как на подбор, румяные, некоторые даже охуенно румяные, как, например, бентеки. И тут бах! На ЦАП мне падает просто... Кучка каких-то, я не знаю, дегусь, мороза. Ну, давайте возьмём письку лича или письку... письку личка. Опять давайте отталкиваться от хорошего вартаря. И это непробиваемый, великолепный, легендарный. И... неплохо. Невезение вновь со мной. И, получается, мне придётся брать фланы из-за цасуны. Ну, потому что более-менее какая-то линка есть. Так, вот такая вот у нас получается основа. И, если честно, я немножко взволнован, блять, потому что... Сейчас я в минус 20 ушёл. Второй раз кошак яйцелис не затащил. И у нас получилось минус 22. Два плюс шесть, получается 20, сука, восемь часов блядского стрима. Чуваки, может, договоримся, я вам, например... Ладно, 28 часов стрима. Кстати, я получил кое-какие пакцоиды за драфт, так что давайте-ка посмотрим, что можно поймать в них. Ни-ху-я-я-я-на-тюрлих. Дас из гавнейшен. Итак, на этом, пожалуй, пора заканчивать видео. И сейчас я объясню для тех, кто в танке, кто в школе не учился или просто цыган, что вот 10 числа, скорее всего, если не случится ничего шокирующего и трагичного, как, например, очередной мой запой, 10-11 будет тот самый 28-часовой стрим. Скорее всего, я начну в 6 вечера и закончу, блять, в 10 вечера уже в воскресенье. Как-то так, уж извините, так получилось. В общем, на этом все. Всех вас очень сильно там жду. До встречи. Пока. Давайте, парни, держитесь там.